Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по книге пророка Иезекииля. И сегодня мы будем с вами делать обзор шестой главы этой книги, которая состоит из 14 стихов. В данной главе звучит угроза об уничтожении Израиля за идолопоклонство и об уничтожении его идолов вместе с ним. Об этом с 1 по 7 стих. Обетование о благодатном возвращении остатка народа к Богу благодаря истинному покаянию и преобразованию. Об этом с 8 по 10 стих. Данное пророку и другим служителям Господу указание оплакивать как беззаконие, так и беды Израиля. Об этом с 11 по 14 стих. И мы читаем первую тему. «Угроза об уничтожении Израиля за идолопоклонство и об уничтожении его идолов вместе с ним». С 1 по 7 стих. И, как мы помним, апостол Павел говорил, что все, что происходило с евреями, с Израилем, это в образах, прообразах для нас, то есть для христиан, достигших последних времен. И еще премудрый Соломон говорил, если тебе говорят что-то новое, не верь, это забытое старое. То есть все повторяется в той или иной степени. И мы читаем с 1 стиха и ниже. «И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, обрати лице Твое к горам Израилевым и прореки на них». Горы Израиля – это лидеры Израиля. По отношению к церкви это слово, обращенное к епископам. И смотрите, что сказано у пророка Исаия, 2 глава, 17 стих. «И падет величие человеческое, и высокое людское унизится, и один Господь будет высок в тот день». То есть в крайнем пренебрежении будут вершины церкви, лидеры церкви, весь церковный эстаблишмент. Как в прошлый раз мы обращали на это внимание, что суду Божию начаться с народа Божия. И то, что лидеры церковные занимают какое-то возвышенное положение, на самом деле это что-то внесенное, привнесенное в жизнь христианских общин. В послании к Галатам, 2 глава, 6 стих, апостол Павел пишет. «И в знаменитых чем-либо, какими бы ни были они когда-либо, для меня нет ничего особенного. Бог не взирает на лице человека. И знаменитые не возложили на меня ничего более». Знаменитыми здесь апостол Павел называет верховных апостолов. Проблемы есть у любой церкви. Мы этому научились из изучения апокалипсиса, где в обращении к семи церквам Господь критикует каждый период истории церкви. И главной нашей проблемой – это разобщенность. Иногда мы находим удовольствие в осознании того, что мы идем истинным путем, а там миллиарды других христиан гибнут, эта мысль нас начинает как-то радостно согревать. Это граничит сатанизмом. В первом послании к Коринфянам, 3 глава, 4 по 7 стих, апостол Павел пишет «Ибо когда один говорит «я Павлов», а другой «я Аполосов», то не плотские ли ли вы?» Он здесь обращается к самой церкви. «Кто Павел, кто Аполос, а не только служители, через которых вы уверовали, и при том, поскольку каждому дал Господь. «Я насадил», – пишет Павел, – «Аполос поливал, но взрастил Бог, посему и насаждающий, и поливающий есть ничто, а все Бог взращивающий». То есть, когда мы обращаем внимание на лидеров нашего мира, политического или религиозного эстаблишмента, на самом деле мы можем провоцировать неправильное поведение самих лидеров. В свое время, когда я изучал деяния Вселенских соборов, я обратил дебаты до того, что по письмам выдумали греки, именно греки. Когда они пишут послание к римским папам, они используют такие слова «Петр среди нас», «Бог среди нас», и так далее, и так далее. А те же западные авторы, например, Августин пишет там «Брату Урбану» или «Брату такому-то» называют имя папы, никаких титулов не используется. Это восточное, привнесенное, языческое, полуязыческое превозношение. И чем проще мы общаемся друг с другом, тем лучше. Кстати, мне очень много приходится общаться с епископами во время миссионерских поездок, и я могу свидетельствовать, что епископы в своем подавляющем большинстве это открытые для общения простые люди. Они готовы к открытому, честному обсуждению любых тем, любых вопросов. Простые, доступные в быту. Поэтому ответственность за превозношение каких-то гор, твердынь несут и те, которые раболепствуют перед князьями церкви или князьями светской власти. Третий стих. «И скажи, горы Израилевы, слушайте слово Господа Бога. Так говорит Господь Бог горам и холмам». Горы и холмы – это князья, министры там всякие, поменьше гор, холмы. «Так говорит Господь Бог горам и холмам, долинам и лощинам». То есть другие степени иерархии, пониже. «Вот я наведу на вас меч и разрушу высоты ваши». Что значит «высоты ваши»? То есть то превозношение, которое живет в вас. Да, мы понимаем, что речь идет об языческих высотах, но по отношению к себе мы должны в этом видеть любое превозношение верующих перед верующими, и Бог все это разрушит, Бог смирит. Конечно, под высотами обычно понимаются вершины холмов, на которых хананейские племена приносили жертвы своим богам. Господь Бог заповедовал, чтобы израильтяне, вступив на обетованную землю, уничтожили эти высоты. Смотрите книгу чисел 33-52. «И все же высоты процветали даже после построения храма. Часть народа продолжала на высотах поклоняться хананейским богам, а некоторые приходили на эти древние капища, пытаясь совместить язычество со своей монотеистической религией, как и мы, христиане, иногда пытаемся совместить заповеди евангельские с мирским представлением о благополучии. И в данном случае высоты – это неправильная шкала ценностей, которую мы выстраиваем для себя, что должно быть на первом месте, на втором, на третьем и так далее. И Бог все это унизит. Бог сейчас унижает целые церкви, целые поместные церкви. До них наступают нелегкие времена. Но это и средство очищения христиан, когда Господь попускает гонения и преследования. Далее. «И жертвенники ваши будут опустошены, столбы ваши в честь солнца будут разбиты, и повергну убитых ваших пред идолами вашими, и положу трупы сынов Израилевых перед идолами их, и рассыплю кости ваши вокруг жертвенников ваших». То есть гнев Божий будет продолжаться долго, суды Божии начнутся с народа Божия, как неоднократно говорится в Библии, и при наказании всегда будет обнаружена причина наказания. Поэтому и сказано, «И положу трупы сынов Израилевых перед идолами их». То есть при наказании обнаруживается и причина наказания. Идолы современного мира – это доллар, евро, банковская система процентов и так далее, и так далее. И далее мы читаем шестой стих. «Во всех местах вашего жительства города будут опустошены, и высоты разрушены. Город, пресс-сё Иерусалим, на это обращают внимание отцы церкви, это символ церкви, как сказано, не может укрыться град, стоящий наверху горы. Это церкви. «Во всех местах вашего жительства города будут опустошены, высоты разрушены, для того, чтобы опустошены и разрушены были жертвенники ваши». Жертвенник – это место, где совершают служение. Но для кого-то его святыня – это не вера, а преимущество материальной жизни. И всё это преимущество будет разрушено. «Чтобы сокрушены и уничтожены были идолы ваши», то есть пороки ваши, то, чему вы служите, то, чему вы поклоняетесь, и разбитые солнечные столпы ваши, всё, что связано с солнцем, это превозношение в языческих культах, и изгладились произведения ваши, то есть ваши дела, не заслуживают того, чтобы их оставлять и на будущее. Блаженный Иероним пишет, «И будет падать убитые среди вас, и узнаете, что я Господь». Причина очевидна, почему города, гор будут опустошены именно для того, чтобы были разорены высоты и неизвергнуты жертвенники, идолы, и погибли капища, и прекратилось всё служение идолам, и пали убитые среди гор, и чтобы они узнали, что Он есть Господь. Через это нам даётся повод Блаженный Иероним не пишет, иудеям даётся повод, он говорит, нам, то есть христианам. Через это нам даётся повод более следовать духовному пониманию, что города еретиков, которые означают церкви, то есть церкви, которые не схоронили достоинства и рухнули в ереси, и высоты гордости их, и жертвенники превратных учений будут сокрушены, и погибнут идолы, которых они образовали себе и своего сердца, а из сердца исходит блуд, кража, всякая нечистота, и будут истреблены не храмы, а капища, которые они воздвигли против храма Божия, и которые называются греческим словом, которые означают капища и требища, и будут уничтожены все произведения гор, которые суть дела не Бога, но ложного знания учителей, и когда падут убитые среди гор или убитые самими горами или мужами церковными, которые их художивущих убивали для их спасения, имеется в виду словом проповеди, тогда настанет конец для высокомерных гор, чтобы они познали, что Он есть Господь. Но может быть, что из одного народа гор Израилевых по убиении одних другие познают Господа. Конец цитаты. То есть отцы церкви все это переворачивают в сторону христианской жизни, и это разумно, на этом настаивают и апостолы. И далее мы читаем, «И будут падать среди вас убитые, и узнайте, что я Господь». Вот эти слова, «Узнайте, что я Господь», Эзекииль нередко прибегает к так называемым формулам признания. Господь заранее предсказав будущее событие и этим приоткрывает себя именно как вершителя истории. Бог – вершитель истории, а не люди, которые строят какие-то там планы, вот мы начнем войну, или мы там закончим войну, вот мы будем делать тот и тот, что нет. История не принадлежит царям и правителям в их ничтожном теперешнем состоянии. Она принадлежит Богу, а Христос – истинный смысл человеческой истории, как Альфа и Омега, начало и конец. Далее идет тема обетования о благодатном возвращении остатка народа к Богу. Благодаря истинному покаянию и преобразованию. Об этом с 8 по 10 стих. «Но я сберегу остаток», то есть среди всех этих ересей, среди всех этих ложных учений всегда сохраняется остаток, то есть те, которые сохраняют целомудрые веры. 8 стих. «Но я сберегу остаток так, что будут у вас среди народа уцелевшие от меча, когда вы будете рассеяны по земле». Меч – это не только символ гонения, но это и символ Слова Божия. Меч, истребляющий еретиков, это проповедь Евангелия, разоблачающая их заблуждение. А уцелевшие от меча – это те, которые соответствуют Слову Божию. И этот меч только укрепляет их, но никак не сокрушает. Вот эти слова, «Но я сберегу остаток». Остаток – это или отдельный человек, или часть народа, невредимо прошедшие через все бедствия, которыми обычно сопровождаются наказания за грех. Эта группа сохранившихся в дальнейшем станет ядром возрожденного народа. Она воплощает его надежды на будущее. Она же заново унаследует обетование Божие. Поэтому вот, когда времена тяжелые, смутные и в богословском, в теологическом смысле, и в социальном, и в политическом, нравственном, и моральном, надо сохранять лицо христианина и дух христианства. Что бы ни происходило, мы должны оставаться христианами, несмотря ни на что. Мир всегда предлагает свои решения, как выйти из тех или иных трудных обстоятельств, но мы имеем Слово Божие. Одно руководство к действию. И остатками считаются те, которые, несмотря ни на что, даже когда вершины падают, сыпьются твердыни, веретические заблуждения, остаток должен сохранять чистоту веры. Благодаря остатку сохраняется и мир. У пророка Исаии 1 глава 9 стих сказано «Если бы Господь Саваоф не оставил нам небольшого остатка, то мы были бы то же, что Содом, и уподобились бы Гоморре, то есть были бы уничтожены». А благодаря тому, что остаток сохраняется и в наше время, мир еще продолжает свое существование. И отцы церкви учили, что мир погибнет тогда, когда полк святых оскудеет, то есть когда остатка уже не будет. Далее, с 9 по 10 стих. «И вспомнят о мне уцелевшие ваши среди народов, куда будут отведены в плен, когда я приведу в сокрушение блудное сердце их, отпавшее от меня, и глаза их, блудившие вслед идолов, и они к самим себе почувствуют отвращение за то зло, какое они делали во всех мерзостях своих, и узнают, что я, Господь, не напрасно говорил я, что наведу на них такое бедствие». То есть для некоторых людей наказание Божие – это повод задуматься, бросить вызов самому себе начать процесс собственного исправления. Поэтому остаток – это не всегда те, которые всегда сохраняют чистоту веры, чистоту нравственности. Они могут отступать, но потом возвращаться. Далее, раздел, данное пророку и другим служителям Господа указание оплакивать как беззаконие, так и беды Израиля. Об этом с 11 по 14 стих. То есть мы не злорадствуем по поводу гибели даже отступников. Мы сокрушаемся о всем, что происходит, особенно, если это происходит в формате одного народа. И мы читаем с 11 стиха и ниже. «Так говорит Господь Бог, всплесни руками твоими и топни ногой твоею и скажи горе за все гнусные злодеяния дома Израилева. Падут они от меча, голода и моровой язвы». Значит, меч аллегорически может означать и Слово Божие, то есть их ложные концепции будут сокрушены. Голод, нехватка библейских знаний, как сказано, не хлебом и едином жив человек, но всяким словом исходящим из уст Божьих, моровая язва, ереси. «Кто вдали, тот умрет от моровой язвы, а кто близко, тот падет от меча, а оставшийся и уцелевший умрет от голода. Так совершу над ними гнев мой и узнаете, что я Господь, когда пораженные будут лежать между идолами своими вокруг жертвенников их на всяком высоком холме и на всех вершинах гор и под всяким зеленеющим деревом и под всяким ветвистым дубом на том месте, где они приносили благовонное курение всем идолам своим и простру на них руку мою и сделаю землю пустынью и степью и степью от пустыни дефлав во всех местах жительства их и узнают, что я Господь. простру руку то есть накажу сделаю землю пустынью и степью по-славянски в пагубу и потребление пустынью пустынь можно так понять гипербола так как святая земля в настоящую пустыню на самом деле не обращалась никогда, поэтому это надо понимать аллегорически. От пустыни дефлав дословный перевод от пустыни до дефлав или более пустынную чем пустыня дефлав один из двух последних переводов и должен быть принят то есть все будет хуже чем в пустыне пустыня это обычно мир язычников лишенной воды то есть благодати Божией хлеба насущного то есть Слов Божие но если наказание коснется и церкви и самих верующих они просто станут пустыней пустыни и язычники будут ужасаться видя как сокрушаются столпы веры как уничтожаются храмы и истребляется сам институт христианского духовенства и так сегодня мы сделали обзор шестой главы книги пророка из Геиля в следующий раз если будем живы Господь позволит будем читать и делать обзор седьмой главы этой книги подписывайтесь на библейский портал экзегет чтобы вовремя получать информацию о новых беседах и берегите себя в это сложное и беспокойное время спасибо за субтитры спасибо за субтитры спасибо за субтитры спасибо за субтитры